МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Крайм Тайм. В студии работает Денис Зимцов. Здравствуйте и смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ссора в родительском школьном чате привела к трагедии. 41-летнего отца-одиночку до смерти забили на глазах десятков свидетелей. Всему виной невинная, на первый взгляд, фраза, которая вызвала кровную обиду у одной из мам в родительском чате. После чего брат обиженной женщины решил этот вопрос по-своему. Как правило, словесная схватка в родительском чате должна была закончиться там же, где и началась. Но всего за несколько часов виртуальный конфликт стал реальным и фатальным для волгоградского риэлтора Романа Гребенюка. Татьяна Ким с подробностями. Вот та самая переписка. Родители обсуждали сроки сдачи теста по русскому языку. Когда стало понятно, что участники не могут прийти к единому согласию, Роман Гребенюк написал, вопрос надо решать, а не сопли жевать. Вот, собственно, с этих слов все и началось. На свой счет это восприняла одна из активисток Ануш. Чуть позже к конфликту подключился ее супруг. Граду спора накалился до предела. И вот 23 октября уже брат обиженной мамаши Арсен Милконян, выследив Романа, пришел в отделение Волгоградского банка и ударил мужчину кастетом по голове. Выньте язык! Помогите, помогите! Выньте язык! Вот так, жестко, на глазах у десятков свидетелей. Роману помогают очевидцы экзекуции. Среди них оказался и врач-реаниматолог. От удара Гребенюк упал и тут же потерял сознание. А Милконян спокойно ушел из банка, напоследок еще раз, пригрозив уже лежавшему на полу мужчине. Роман Гребенюк скончался спустя несколько дней, не выходя из комы. У него осталась 12-летняя дочь, которую он воспитывал один. Как вспоминает коллега Романа Елена Кондратьева, в тот день она сопровождала его на сделку в банке. Говорит, он переживал за свою безопасность, так как после ссоры в чате мужчине начали звонить с угрозами. В три часа он мне переслал аудио угрозы, не то что боясь, знаете, опасаясь. Он говорит, на самом деле мне угрожают и пусть они хранятся у тебя как доказательство. Теперь убийца грозит до 15 лет тюрьмы. До 24 декабря Арсен Милконян пробудет в СИЗО. В ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Дело о смертельной драке взял на личный контроль прокурор Волгоградской области и председатель Следственного комитета России. За это время Артур Милконян придумал собственную версию того, как все происходило. В ходе разговора он наскорбун и нанес несколько ударов в области головы, в результате чего он упал и я потом ушел. В день похорон Романа Гребеднюка его коллеги, да и просто неравнодушные волгоградцы устроили флешмоб, проехавшись автоколонной по улицам города с его портретами на стеклах своих автомобилей. Общественность взбудоражена и требует самого сурового наказания не только для Артура Милконяна, но и для его сестры и ее мужа. Татьяна Ким специально для Крайм Тайм. Организованную преступную группу, промышлявшую скатократством, приговорили к 8 годам лишения свободы. В мае этого года оперативники Туркестанской области ликвидировали банду, похитившую более 150 лошадей и коров на сумму 70 миллионов тенге. Свою деятельность Барым Тачи осуществляли в городах Кентау и Туркестан. На сегодняшний день задержаны 5 подозреваемых, которыми совершено 19 фактов краж скота, похищено более 150 голов, в том числе 125 лошадей и 30 голов крупно-рогатого скота. На сегодняшний день изъято 18 голов лошадей и 9 голов крупно-рогатого скота. Все они арестованы. Все задержанные уроженцы Туркестанской области. Группа имела устойчивый и организованный характер. У каждого участника была своя роль, отрепетированная за три года криминальной практики. Самому старшему скотокраду 50, младшему 24 года. Одни похищали скот, другие прятали его в специальных загонах, а третьи сбывали краденое на рынке. Скотоводы, пострадавшие от злоумышленников, поблагодарили полицейских за поимку бандитов и возврат имущества. Их собственные поиски все это время не давали результата. В 2020 году в ночь с 8 на 9 апреля похитили у меня скот. Где только мы не искали, даже поехали в город Орал. Кызлкум ездили на границу с Узбекистаном. Все безрезультатно. И вот позвонили полицейские и сообщили, что нашли мой скот. Спасибо стражам порядка, что нашли скотокрадов. К поимке организаторов финансовой пирамиды Гарант-24 Ломбард подключили Интерпол. На сегодня расследование по делу уже завершено. По информации МВД, жертвами мошеннической организации стали почти 17 тысяч казахстанцев. А общий ущерб, причиненный вкладчикам, составил 22 миллиарда тенге. Рамина Мирзалимова расскажет подробности. Я не халявщик, я партнер. Такими были рекламные лозунги скандальной известной пирамиды Мавроди, зомбировавшие людей с телекранов и всего за сутки ставшие банкротом. Разом оставив без денег более 2 миллионов человек. Хотя 90-е уже далеко позади, но число жертв финансовых пирамид ежегодно растет. По данным МВД, только в нашей стране в сети мошенников попали более 25 тысяч человек. При этом сумма ущерба превысила 33 миллиарда тенге. С начала текущего года подразделениями следствия Министерства внутренних дел расследовано 250 уголовных дел. На сегодня 120 уголовных дел уже направлены в суд. Всего к уголовной ответственности за финансовые пирамиды, организации участия в них, к уголовной ответственности привлекаются 98 человек. 63 содержатся под стражей по санкции суда. Больше всего пострадали жители западных и южных регионов. Там активнее всего функционировали такие финансовые пирамиды, как эстейт, выгодный займ и гарант 24 ломбард. По деятельности последнего завершено уголовное расследование. В итоге 51 человек попал за решетку. Многие все это время скрывали за границей и были возвращены на родину с Молдовы, Турции и Кыргызстана. Еще пятеро организаторов отъема денег находятся в розыске. И буквально сегодня стало известно, что к их поимке подключили Интерпол. С заявлениями по данному уголовному делу обратилось более 18 тысяч человек. Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге. Для расследования настоящего уголовного дела была создана специально следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел, куда вошли более 150 следователей и дознавателей. В ходе расследования также наложили арест на 4 дома, 140 квартиры и полторы тысячи автомобилей. Напомним, полгода назад один из руководителей «Гарант-24 Ломбард» Аслан Мурзабеков был экстрадирован из Молдовы. А летом в Москве был задержан еще один беглый учредитель финпирамиды Сергей Фролов. В том, что рано или поздно все участники крупной аферы понесут наказание, никто не сомневается. Но удастся ли обманутым людям вернуть деньги – большой вопрос. Рамина Мерзалимова и Анна Рафина Рикбаева. Специально для Crime Time. Пока полицейские разбирались с одной пирамидой, успела появиться другая. Департаментом экономических расследований по Актюбинской области выявлен факт организации еще одной финансовой пирамиды иностранными гражданами в пяти крупнейших городах Казахстана. Установлено, что злоумышленники, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique Finance, предлагали населению инвестировать деньги в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW. Вкладчикам же была обещана ежемесячная прибыль в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от размера вклада нового партнера при его подписании. Следует отметить, что минимальный взнос в данную компанию составляет 1000 долларов США. Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства себе, представляя взамен фальшивые акции мировых брендов. По данному факту проводится досудебное расследование. Кокпар на 200 человек устроили в Туркестанской области. Любители национальной игры выбрали пастбище города Кентау в качестве площадки. В области все еще действует режим карантина, однако всадников это ничуть не смутило. На этих кадрах видно, как разъяренные игроки, что называется, вошли во вкус. В какой-то момент азарт скружил голову спортсменам, и они забыли про правила игры. Всадники разъяренно крутили в центре поля и даже сбили с ног одну из лошадей. Игру прервали полицейские, всех участников распустили по домам. Организаторов Кокпара оштрафовали. Сразу после нас не пропустите итоговый выпуск новостей. Будет интересно. Ну а я с вами прощаюсь. В студии работал Денис Зимцов. До встречи и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин